Как приятно, когда шеф-кондитер Да, шеф-кондитер плантации Паблики Эклеров И много еще чего Евгения Голстян готовит нам рыбу Или мясо Обожаю Но сегодня для приличи она принесла еще что-то сладенькое Да, это вот для отвода глаз А то совсем будете думать, что я Что за кондитер такой в конце концов Нет, я тебе обязана представить по должности, правильно? А что мы будем готовить? Ты же сюда приходишь, в том числе отдохнуть Ты же в гости приходишь, а в гостях Нельзя заставлять человека готовить Пусть делает что хочет Нельзя заставлять человека работать А надо для души приготовить Что мы будем сегодня делать для души, расскажи Сегодня для души будем делать киту Со спаржей и с луком Наконец-то вы полюбите лук, сказала Женя Наконец-то этот день настанет Да, он будет безумно вкусный лук У меня ребенок ел его ложкой Да ладно? Да Такое бывает, дети едят лук И сегодня мы это сделаем И немножко сладенького У нас будут домашние рогалики Советские, всем известные рогалики С джемом внутри Вот те самые Те самые Такие плотненькие, вкусненькие Легкие На раз-два Их не надо бояться Мы сейчас сделаем Буквально в перерывах Пока у вас будет готовиться ужин Вы можете смастерить эти рогалики И просто Ты знаешь, когда в моду начали входить массово Муссовые торты Да, там еще что-то Вот такое Я полезла в интернет Взяла рецепт молочных коржиков Приготовила дома И это был такой фурор Потому что со стаканом холодного молока Вот этот вкус детства Это очень круто Поэтому рогалики, родные мои Мы ждем вас Да, большинстве рецептов нам нужно дополнительное оборудование Формы, кисточки Очень много всего Руки Да, руки и все И все С чего мы начнем? Давайте начнем с рогаликов Пока они у нас будут запекаться в духовке Мы займемся рыбой Можно в духовку поставить разогреваться? Давай Градусов на 180 180 Отлично У нас сливочное масло Ну где-то там грамм 130 А оно замороженное? Лучше, чтобы было замороженное Мы его натрем на терочке Но он уже размякло Пока мы готовились Мы его, по-моему, да Ну ничего, нам главное измельчить Пропустим его, да Кусочками не было А лучше, да, взять с морозилки А в чем разница? В некоторых рецептах написано, что замороженное масло наделить на терке А в некоторых остудить, точнее как, нагреть до комнатной температуры Может быть чуть сильнее И размять руками, превратить в крошку Вот разница в качестве теста есть? Да, оно будет, если замороженное масло И будем его смешивать с мукой Мы делаем так, песочное тесто Оно будет у нас более нежное, более рассыпчатое Если мы возьмем теплое масло Тесто у нас будет такое уже, более Рыхлое, да? Ну, более плотное А, наоборот, более плотное Да, более плотное Более нежное, рассыпчатое с холодным маслом получается Все, я поняла Потому что в теплом масле у нас начинает работать клейковина Клейковина все это склеивает и получается более плотное А в холодном она не успевает сработать Понятно Слушайте, так хорошо объяснила Все, у нас здесь стакан муки и 250 грамм Жень, тебе сейчас нужно было в рекламе снимать Смотри, стакан муки Так, производители муки, я жду ваше предложение Да, да Почему нет? Так, в студии мне разрешили работать Да Руками, без перчаток Сейчас объясню, почему Очень часто Был такой период, когда У нас есть два зрителя Нет, у нас их больше Я имею в виду, у нас есть два зрителя, которые интересуются Примерно раз в месяц Почему мы работаем без колпачков и без перчаток И где наши санитарные книжки На что я спрашиваю, как вы готовите дома К колпачке Хорошо представить С перчаточками и с санитарной книжкой Друзья, это мой дом, посмотрите Я вот здесь, покажите Вот это мой дом Я здесь живу Я у себя на кухне Я и мои гости готовим друг для друга С любовью, руками Кто хочет в перчатках, кто хочет без Потому что мы это делаем для себя И делимся с радостью рецептами с вами И хитростями И самыми лучшими моментами И эмоциональными И какими-то лайфхаками Как это лучше приготовить Чтобы вы, сделав это дома Хоть в колпачке Хоть в перчаточках Хоть с санитарной книжкой Хоть без Порадовали своих родных и близких И передали им через еду свою любовь Надеюсь, я понятно все рассказала сейчас Ага Так, крошка Замечательный рецепт Можно делать с детьми Потому что здесь столько процессов Где надо замешивать и полокать Руками залазить А вот эти вот тактильные ощущения Моторика Это все раздевается Да, абсолютно Масло дали, муки насыпали Вот пусть они в такую крошку Это все перетирают С большим удовольствием дети этим занимаются И? Все, в крошечку мы это перетерли Здесь у нас сметанка Любая сметана В холодильнике, думаю, найдется всегда Три столовые ложки Три столовые ложки Раз И раз И три И все Какая должна получиться у нас консистенция сейчас? Чтобы сейчас, в принципе, она не важна, какая получится Она такая жиденькая будет Мы будем дорабатывать Будем дорабатывать мукой Объединим сейчас сметану с мукой и с маслом А дальше будем подсыпать муки, чтобы у нас получился шарик теста Такой вот Единый Да, единый, который мы можем потом скалочкой раскатывать А вот это тесто требует расстойки, охлаждения в морозилке То есть все то, что мы иногда делаем с другими видами теста В идеале, да, конечно Если оно постоит, это будет лучше Оно будет нежнее Но если время не позволяет, мы можем прям мгновенно это все Вот как мы сегодня сделаем Замесить Нам мука нужна Да, пожалуйста, пожалуйста Давай Все, и замешиваем шарик теста Долго месить его не надо Его прям вот он, чтобы объединился в шарик Я вижу уже предпосылки к этому И все, не надо его там вымешивать Миксерами никакими пользоваться не надо Это будет только хуже, только руками Вот оно такое мягкое, как... Как пластилин, так очень мягче Да, даже мягче Если есть у нас время и возможность, отправляем в холодильник его на часик Ему будет только лучше от этого Но, если нет, можно делать все сразу Так, припылить? Да Давай И раскатываем Можно пойти двумя путями Раскатать прямоугольник А можно раскатать ровный круг А мы как сделаем... Сколосну руки Мы как сделаем Ну, давай прямоугольник раскатаем Жень, ты вот как скажешь, мы так и сделаем Мы очень послушные, ты же знаешь Это радует, очень радует На выбор, какая скалка на тебя больше смотрит А я знаешь, как могу сделать? Ага, я так и думала Ладно, давай Мы можем вот один круг раскатать, один прямоугольник Давай, ты катай прямоугольник Ну или как, что удобнее? Давай Я кружочек раскатаю И покажем, как можно нарезать и там, и там Хорошо Это тоже детям будет очень интересно Ты, вы попробуйте сделать прямоугольник Для начала Я на вас посмотрю Так, муки маловато Поэтому мы сейчас... Да, можно, да Посыпать Почему дети должны готовить? Вот для меня это... Знаешь, у меня подружка говорит Боже мой, это кошмар Знаешь, почему она... Потом прибираться, да? Дочка, да Она говорит, у меня просто это кошмар какой-то На кухню потом не зайти Я стою с ней вынуждена Вот я бы эти блины пожарила за 10 минут Я с ней это делаю 3 часа У меня уже нет никаких сил Я так... Ну я молчу, все это слушаю Она говорит, слушай, ну она такая счастливая Она говорит, я папе блинчики приготовила Я говорю, все, ты сама ответила на свой вопрос Зачем это все нужно делать? Да, абсолютно верно Это не сколько процесс конечный приготовления какого-то блюда А сколько в течение всего процесса дети получают новые навыки, знания, настроение И побыть с мамой, это тоже здорово, правда Так, насколько тонко нужно раскатать? Скажи мне, пожалуйста Можно еще раскатнуть вот так вот по горизонтали, чтобы чуть-чуть его подрастянуть и все И все Сейчас, отожди, я все равно сделаю Не... Чуть-чуть Чуть-чуть не прямоугольник Не принципиально, мы будем скручивать Ох, массаж Барабанная дробь, массаж В случае, когда это у нас круг Для рогаликов Мы вот это все делаем вот так Как пиццу нарезаем Да Раз, два, три, оп, готово И будем скручивать В случае, когда у нас это прямоугольник Мы делаем вот так Вот так, слушайте Я не подумала про это Итак, смотрите Прямоугольник Круг Тут Тут Посмотрите Круг Прямоугольник, круг Круг как пиццу Прямоугольник как квадратную пиццу У нас сейчас в нашей телепередаче фиксики Да, да, да Так, теперь Прямоугольник, круг, джем Джем Любой домашний джем Вот это самодельный С домашними яблочками Можно взять в магазины Но тут делать Кладем на широкую часть Да, кладем на широкую часть Сколько Если хотите много Можете положить много Ну, мы так Небольшой совет Когда будете делать дома джем самостоятельно Вот для таких целей Потому что, чтобы его использовать для рогаликов Обязательно положите туда пектин Тогда при отпекании он не будет кипеть и выливаться из наших рогаликов Ну и из любых других А пектин продается в супермаркетах Да, в любых Сейчас в приправах и специях В изделиях для выпечки Ой, ну там вот всякие штуки для выпечки Да, ваш джем, конфитюр Любой Можно даже покупной взять, разогреть Ну, джем имеется в виду Добавить туда пектин Проварить и потом его использовать В наших Да, я вот вижу Прям шарик из пектина Тогда не будет вытекать А то классическая ситуация, да Когда у нас потом весь джем на этом На противне Сейчас я у меня, да Еще такой малышка будет Уси-пусик Вот такой Все, скручиваем Начинаем с широкой стороны Заворачиваем туда внутрь начиночку И скручиваем Почему я начала с этой стороны делать, не знаешь? Без разницы, да А, вот с края? Да Ну ладно, извините Подумаешь Не с той стороны скрутила Ну что? Бывает Так Этот рогалик Они так мгновенно съедаются Что даже никто не успеет обратить внимание Что с той стороны Что он был никакой Такой какой-то странный, да? Потом уже воспоминания остаются Но уже сложно вспомнить Какие они были на вид Только помню, что они были очень вкусные на вкус Просто мама, которая приготовит Своей семье рогалик Да, посмотрите Рогулечки такие Это мама молодец Ну вот сколько времени у нас-то заняло? Мы больше болтали с тобой Да, абсолютный пустяк А мне еще знаешь, что понравилось? У меня мама на выходных наделала Оладьев Прям вот таких вот Как в детстве Вот пышных Вот их толстых Пышных Воздушных Очень Ты накусываешь И понимаешь, что это на самом деле Несколько миллиметров Да? Ну и просто их так раздуло И Она Достали вы со своим правильным питанием Я бабушка Я бабушка Я обязана кормить ребенка Иногда чем-то таким вот вкусненьким Чтобы она знала, что бабушка умеет готовить Мой ребенок с радостью съел все оладьи Чего уж там Я надеюсь, ребенок не на правильном питании Ребенок Ребенок На оладушках На оладушках Нет, она на самом деле Ей правда очень интересна Она готовила пиццу недавно На тесте из курицы Она говорила Это очень полезно и сбалансированно И мы все очень хохотали Но делали вид, что Так и должно быть Так Рогалики Рогалики Все, на противень Отправляем в духовку И занимаемся рыбой Смотри, температурный режим какой? Все зависит от духовки Но я не рекомендую ставить больше 180 градусов 160-180 А дальше, если у вас духовка супер мощная То ставьте 160 Если она у вас, знаете, такая слабенькая Каждая хозяйка знает свою духовку Ставьте 180 Хорошо По времени? До золотой корочки Тут нету продуктов, которые термообработки Такой значительной Яйца там нет ничего Так что до золотистой корочки Такой приятной глазу И все будет готово Отлично Тогда мы после рекламы выложим все это Отправим туда Наведем порядок И примемся за приготовление ужина Евгения Галстян У нас в гостях Люблю гулять Словосочетание произношу Шеф-кондитер Сети кафе-плантация Фабрики Фабрик эклеров Да? Скоро уже будет, да, фабрик Я сейчас проболталась? Ну, я думаю, сохраним тайну Да Так вот Значит, что нужно делать с рогаликами? Любить, кормить и никогда не бросать Все Поэтому мы сейчас рогалики раскладываем И отправляем их Вот они какие Прям один к одному Такие умнички Такие лапушки Вот, например, как сейчас модно, да, говорить Лайфхак Небольшой лайфхак Давай Домохозяйки Если у вас оказалось немножко свободного времени Вы можете сделать эти рогалики Заморозить А потом Никому об этом не говорить Никому не говорить Вы приходите вместе домой с работы И ты говоришь Дети Включаете мультики Милый Можешь почитать новости в интернете И через 15 минут выносишь рогалики горячие Главное еще вот так немножко муки вот так поделать Да И так, собственно Абракадабра Ап Да? И они такие Ой, мама Что с тобой? Ну, классно, мне нравится Давай быстро проговорим, с чем нельзя сделать рогалики С какой начинкой С чем нельзя сделать рогалики? Ну, с текущим, с чем-то вот А, да Просто бывают виды джемов, конфитюров и варенья, которые вытекают Ну, все мы знаем такой эффект Когда от горячего К сожалению, мы все знаем такой эффект Они покидают наши изделия Для этого лучше или, если вы покупаете, посмотреть в составе, чтобы был пектин Как мы проговорили, либо добавить Если нет, то самим добавить пакетик пектина, прокипятить пару минут Остудить и пользоваться Все, принято Итак, мы отправляем наши чудесные, замечательные, прекрасные рогалики Я их варю, чтобы они еще лучше получились А это не дрожжевое тесто? Нормально, его можно не перехваливать Вот так, сейчас подожди Оп, готово Давай так, 160 все-таки Потому что она, она у меня такая дама с настроением Иногда духовка может быть огонь, а иногда она такая Не хочу Что-то я сегодня Да, 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 поэтому я подстраиваюсь под нее уже Вот сегодня вроде как она молодец Так, наводим порядок и давай расскажем, что нам понадобится для следующего блюда Для следующего блюда нам понадобится лук Много лука Обожаю Понадобится соус песто Соус песто, ну в данном случае домашний я взяла Сами делали с нашей зелени Даже не сомневалась С дачного участка Песто это сыр пармезан, оливковое масло и базилик Да Продается готовый, можно если у кого-то есть там замороженный базилик С дачи остались заготовки Все сюда же можно Да, в блендере все это сделать Лайм Ну это как опция Можно лимон, можно просто соль морская Кита Собственноручно выловленная Ну не мной, конечно Да, мне сегодня вот ее дали, сказали, это вот лучшая кита, которая есть, я тебе ее даю Как приятно Просили упомянуть, что вручили мне ее Спаржа, спаржа тоже как опция, можно взять папоротник, можно взять шпинат Ну в принципе спаржа тоже сейчас Мне нравится, она доступна сейчас, нет проблем Так, что делаем? Нарезаем весь лук Как? Кольца полукольцами Кубиками, окей Можно длинными полосочками, тогда будет такой эффект складываться, как будто у нас там грибы даже Что мы делаем, я не могу понять Для тех, кто к нам только что присоединился, я скажу, что анонс этого блюда звучал так Ребенок ел лук ложками Оценили, да? И ел рыбу, он у меня рыбу вообще не ест, не переносит ни запах, ни цвет, ни вообще ничего рыбное Что же это за волшебное такое блюдо, мы сейчас проверим Так, пока, вот, я думаю, ты луковицу-то еще нарежешь, а я замариную рыбку Давай Пусть она у нас чуть-чуть в маринаде полежит Филе киты Соевый соус В общем, можно любой соус, который есть в холодильнике Но лучше соевый Бальзамик, да, ну, можно соевый, лучше соевый Половиночка лайма Так Да Это игрушечный нож для детей, случайно здесь оказался Выдавливаем весь лайм А, лучок хороший Что нам нужно, поставить что-то на пуху? Сковородку разогреваем, можно с оливковым маслом, можно с кокосовым, можно с растительным Тоже Давай возьмем оливковое Так, побольше нужна сковорода, посмотри Да, да, вот такая подойдет Угу Греем Греем вот рыбку нашу буквально вот Так, дорезай половинку Да, весь лук Это будет у нас гарнир сегодня Это что будет, я прослушала? Гарнир к рыбке Гарнир к рыбке, боже мой Что я делаю? Нет, ты знаешь, когда я впервые попробовала французский луковый суп А мне не сказали, что это французский луковый суп Мне сказали, что это французский суп Я попробовала, а его там, он был так мелко нарезан, причем вручную Что не было понятно, что это лук И я попробовала, я не могла понять, из чего этот суп, но он был невероятно вкусный А потом я пришла на мастер-класс по его приготовлению Там лук-лук-лук Что? Сливочное масло, лук-лук-лук, все? Это весь суп, да? И сыр чуть-чуть в конце А мы дома, да, делаем? Это пожарить, то потушить Да, да, да Там пять видов овощей Ну это было вкусно, Жень Ну правда А ты ела во Франции лук-лук-лук? Да, это первое, что я заказала себе И как? Я все-таки хотела попробовать Думаю, я его готовила у нас дома, но думаю, может все-таки там что-то очень вкусное Они его томят, и за счет этого получается безумный аромат и вкус Молодцы французы Так, смотри Уже наливаем масло, да? Да, масло и весь лук Жарим или что делаем? Тушим? Да, сначала обжариваем его Лук мы обжарим чуть-чуть до золотистой корочки Убавим температуру Добавим песто и добавим воды Ага За счет этого у нас получится такая паровая баня На нее сверху, вот на наш лук мы положим спаржу Получится у нас спаржа Подложка подушечкой спаржи На спаржу положим рыбку И получится у нас рыбка на пару Хорошо Так, ну я думаю, что все, в принципе, можно Да, давай загружу Мы его поджарим сначала Потом потушим Как я поняла, да? Вообще, говорят, песто не любит огонь При большой температуре у соуса песто теряется цвет Его изумрудно-зеленый Но здесь мы готовы пожертвовать цветом ради вкуса Вы видели, сколько лука здесь? Да, мне кажется, французский луковый суп отдыхает У нас дальневосточный луковый ужин Да, ну и хорошо Ты, кстати, правильно сказала, что можно еще использовать папоротник Да, конечно, вкус будет совсем другой Не такой, как со спаржей Но папоротник – продукт региональный А очень модно сейчас использовать местные продукты Да Поэтому хотите, да, попробуйте, будет здорово Тем более папоротник, в общем-то, доступен Насколько я знаю Я вижу в магазинах все время Ну и не уступает ничем по своим полезным свойствам Вот смотри, до какого состояния жарить? До золотистого Ага Потому что больше возможности поджариться у него не будет Все Мы дальше зальем это водой И чтобы это не было луковой кашей Знаешь, когда в интернет-магазинах иногда пишут «Последний шанс» Вот здесь видно «Больше шансов у него поджариться не будет» Все, тогда мы в процессе Скажи, пожалуйста, мы какие-то специи будем использовать? Не знаю, там, черный перец, соль Да, можно в рыбу чуть-чуть черного перца Но у нас очень яркий вкус у песта Я бы не использовала никакие Вот столько черного перчика в рыбку И все, сейчас я его найду А вот он Прям свежемолотый Немножко этого будет Открывай Так, в обратном Так, открывай Открывай А, теперь и Ой, все, все хорошо И все, больше другие специи я бы не брала Потому что пармезан, базилик, оливковое масло Не стоит ничем другим перебивать Так, ну здесь, конечно, нужно проявить немножко терпения Потому что лук обжарится не сразу Ему нужно какое-то время А у нас рыбка пока заболевается Все, у нас идет тоже хорошо Слушай, ну рыба свежая Да Что может быть лучше? Так, все, процесс начинает проходить Потому что у лука есть очень хорошая наглядность в процессе приготовления Сначала он становится такой полупрозрачный То есть вы уже не видите его прежнюю структуру Потом он начинает приобретать такой легкий салатовый оттенок Кто-то называет его желтоватым Ну, да, мы же по-разному цвета воспринимаем И потом он начинает золотиться Вот сейчас я могу сказать, что первичная термическая обработка Он еще хрустит Она прошла А дальше будет больше Где ты взяла этот интересный рецепт? Мой будущий муж Так Приготовил это на ужин Я сняла это на видео Выложила в сториз И просто произошло что-то невероятное Знаешь, как называется? Проснуться знаменитым Все спрашивали рецепт А как это делается? Я говорю, все, на, возьми телефон Отвечай сам Я уже не могу отвечать за эти вопросы Но когда ты устала отвечать, ты решила в программе это приготовить Да, думаю, хороший шанс это все приготовить Я говорю, почему-то, когда я выкладываю свои булочки Меня вот не спрашивают, как это готовить Потому что думают, что это сложно Но рыбу со спаржей просто произошел взрыв директа Вот так вот Оказывается Будем знать Лук и все, да Скажи, пожалуйста, вот к Новому году Многие готовятся же заранее, да? И я не знаю, как в твоей семье У меня была такая традиция замечательная На Новый год обязательно должен быть десерт в конце ужина Это либо торт, который мы делали с мамой сами дома Когда я была маленькая Потом, когда я стала большая и работала в новогоднюю ночью Я просто приносила мороженое домой Ну, там торт, мороженое В общем, что схватила в магазине, то и приносила Потому что прибегала домой за одну минуту до Нового года А иногда и через час после его наступления После прямых эфиров Вот, сейчас, насколько я знаю Опять возрождается традиция Торт на Новый год Как у тебя это происходило? И как у тебя это будет сейчас, в этом году? У шеф-кондитера-то В этом году на Новый год у меня обязательно будут эклеры Я убедилась, что это идеальный десерт Эклеровая маньячка Идеальный десерт, он порционный, разнообразный, множество вкусов То есть это не обязывает тебя к одному торту монотонного вкуса А, вероятно, тебе не понравится выбранный вкус, да? Там не всем может понравиться А набор эклеров ты можешь угодить всем То есть можно взять много разных вкусов Да, обязательно будет, ну это не реклама, это вот как будет у меня Это твое мнение Да, будет обязательно набор эклеров Дети любят клубничные, муж любит банановые И мы с мамой любим карамельные То есть все, все довольны Одна я люблю классические, да? Нет И обязательно будет венская выпечка Венская выпечка? Я была недавно на небольшом мастер-классе от студии конфетерии Там Катя, она ездила на обучение и привезла очень интересные вкусные рецепты венской выпечки Дрожжевой, правда, но безумно вкусный Эх, выпечка Так, смотри, достаточно? Да, все замечательно Теперь? Теперь наш песто Давай Сколько его? Ну вот, давай две положим в столовой ложке Можно и одну, но Что же нас остановит? Угу Слушай Обжариваем песто и убавляем температуру Ого Прям такой базиликовый аромат Да Сыр, базилик, представляешь, там просто Добавляем водичку, чтобы сделать вот нашу эту Жишку Да Ваню Все, можно не помешивать Все, сейчас дожди, я рассмотрю Правильно, давай Все, и погнали То есть просто раскладываем Да Ага Подушечку из спаржи надеваем На нее у нас ляжет рыбка Не обязательно идеально ровнять Главное Подушку сделать Мы будем пахнуть базиликом сегодня с тобой Я думаю, это отличный вариант Да Исхода сегодняшнего Ты знаешь, что в моде гастрономические запахи Есть духи с ароматом бекона А я вот недавно себе Точнее, я покупила другие духи Но мне почему-то подарили пробник ванильный пирог В духе Почему-то действительно Почему-то, да Как будто бы кондитер прятал Они решили, да Почему-то мне это очень надо Я и так на работе ванильным пирогом постоянно пахну Они имеют духи Молодцы, хорошо Так, рыбка подмариновалась Так, ой, ну идеально, посмотри Оп Закрываем крышечкой Так, закрываем крышечкой И на медленном огне это все дело Да, томится до готовности рыбы Она на пару у нас сейчас пропечется Все, хорошо Мы тогда здесь ждем Да, пока все будет готово Посматриваем за рогаликами А вы тем временем смотрите рекламу Мы продолжаем Когда в доме остается домашний песто Прям вот, мне кажется, диктует ситуация Приготовить пасту Паста с песто Да, паста с песто И мы будем сегодня готовить Не совсем стандартную пасту Она будет овощная А это тоже очень вкусно Знаешь, раньше я не понимала Как паста может быть без мяса Или без курицы Или там без рыбы Без морепродуктов То есть без какой-то белковой составляющей Пока однажды я не попробовала пасту Которая состояла Смотрите, отваренные спагетти Собственно песто Кедровый орешек Маслины И вяленые томаты И все И пармезан сверху Боже мой Это было так невероятно вкусно Что все остальное просто померкло На фоне этого И больше это ничего не нужно Мы сегодня покажем небольшую такую хитрость Мы будем варить нестандартную пасту Точнее как Паста стандартная Но мы придадим ей цвет Особый такой желтенький При помощи куркумы Поэтому добавляем в воду Закипающую куркуму Да, одной чайной ложки будет достаточно Вода у нас окрасится в такой приятный Прям как ты Практически, да У тебя лучше Но куркума тоже постарается Хоть немножечко на это дело походить Не знаю, может быть еще добавить? Как ты думаешь? Давай еще, она не дает вкуса Так что можно не бояться Она дает, но у нее нет острого или кислого Какого-то яркого вкуса Мы не испортим куркумой ничего Все, ждем пока вода закипит Так еще больше у нас раскроется цвет И будем отваривать там пасту Параллельно чем мы займемся? Я нарежу лук Жень, а тебя попрошу открыть оливки Мы используем вот такие Ты знаешь, только в России называют Зеленые плоды оливками, а черные маслинами Посмотрите, да? Для российского рынка даже испанцы Любезно написали Молодцы, да? Понимают, что нужно потребителю Вот, в новом дизайне, кстати Хотя на самом деле все это Обморка Да, оливки, маслины Ну, это как-то у нас так повелось Поэтому с тебя просто разрезать их пополам В каком хочешь количестве Я любительница побольше Их добавить Но у нас еще тут будут ингредиенты А мы тем временем займемся Луком Женя Да, да, я здесь Рогалики Посмотри, все Там вот 20 секунд Двадцать секунд Слушай, я про них прям забыла Не специально, но Мы так заболтались с тобой, что я упустила Паркуемся по звуку, готовим по запаху Пока не пошел Специфический аромат Можно и не доставать Нет, 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 нет Мы не такие Знаешь, это вот когда В декрете Я была У меня случилась пару раз такая ситуация Что у меня что-то готовилось Ребенок сладко уснул Это был тот период времени Когда можно позвонить подружке И с ней поболтать И ребенок спит И мы на связи И так вот прям, знаешь Все обсудить можно Как здорово В этом слышу, что-то Что-то пошло не так Кто-то что-то готовил Да Раньше Давно Так, я перегрела сковородку Опять же заболтались Снижаем температуру Я покажу Как выглядит сейчас Рыбка Смотрите Во-первых, у нас очень много Сока Да? Мы это выпариваем Открываем как-то Или закрываем Продолжаем готовить Ну, можно Отставить уже даже С огня ее И все Тогда это в сторонку И сейчас Знаешь, откуда вот Да, можно было воду не наливать Спаржа не размороженная была И от нее Нормально Нормально Так, тем временем Мы сейчас Так, отлично Мы сейчас чуть-чуть поджарим Лук Совсем немножко Так, пасту уже можно загружать Я опять про них забыла Ты посмотри Что-то Не рискуем Достаем Нет, все Больше про них забывать нельзя Достаем Так Закрыли И сейчас Туда отнесем Та-ра-та-та Оп Все Пусть остывают Угу У нас есть с тобой Еще для этой пасты Зеленый горошек И у нас есть с тобой Для этой пасты Кукуруза Все И тем и другим будем пользоваться Значит Смотри Все Притапливаешь Ага Хорошо Все А здесь На небольшом огне Мы чуть-чуть должны Подрумянить лук Не сильно Потому что Он не должен быть Ведущим вкусом Здесь Так вот Чуть-чуть Жень Посмотри Какие они красивые Получились Прям вот Супер Можно было Кстати И так положить На противень Но я переживала Вдруг Где-нибудь Пригорит Ну да На всякий случай Сделала вот так Так Все У нас буквально Чуть-чуть еще Приготовлений Прям совсем Немножко Пару ложек горошка И мы Полностью Готовы Так Все Куркума Там Все Все на месте Все Хорошо Нам понадобится Совсем немножко Помидоров Буквально Мы их сполоснем Разрежем на 4 части И будем их использовать Можешь чуть-чуть Размешать лук Как там дела? Можно даже Добавить ему огня Хорошо Ты вообще пасту Готовишь дома? Ну редко Почему? Это больше такой упрощенный вариант Спагетти С сыром Или спагетти со сливками И все Не более Такой максимально быстрый Да Ну вот Дети любят так Нет Дети даже любят еще по-другому Они знаешь как говорят Можно макарошки с сыром? Да Они даже не заморачиваются Что это какая-то там паста Соус бешамель там какой-то Да-да-да Не-не-не Это все Это все не про них У нас чуть-чуть Лук прихватился В этот момент Можно добавлять Сюда Зеленый горошек Можно добавлять сюда Кукурузу Даже чуть-чуть с водичкой Можно добавлять сюда же Маслины Да Чуть-чуть это перемешать И оно должно вместе Друг с другом Немножко прогреться Я предпочитаю Добавить сюда Итальянских трав Вместе с морской солью Конечно, лучше всего это свежий базилик Но за неимением Не забываем Где мы живем Да Да У нас будет Прекрасный домашний песня Вот это лучший способ Законсервировать вообще Базилик На год вперед Вы можете добавлять это В другие соусы В качестве заправки Использовать для салата Да просто на хлеб намазать Ой, это вообще Вкуснотень Можно добавить огня Чуть-чуть это вместе Немножко Протушится Ну, такой Вариант вегетарианской пасты Так Я так чуть-чуть гляну Что тут Ты знаешь, на упаковке Всегда написано Сколько пасту варить Я обычно варю Еще на 2 минуты меньше Чем написано, да? Да Почему? Потому что Пока отключили Пока дуршлаг возьмешь Пока то, другое, третье Вот у тебя эти 2 минуты и подошли Так, Жень Пока, наверное, у нас с тобой Есть пауза Давай Выложим Рогалики Да, да, да И я пока займусь Сахарной пудрой Посыпкой сахарной пудрой На них Нужна сахарная пудра, да? Да Держи Вот она Уже всякое разное И Сито Да Прошу Прекрасно Все, у меня здесь Это дело подтушивается Смотрите, сладкая кукуруза Она вообще даст Очень такой приятный привкус Сладненький Поэтому нужно обязательно посолить Чтобы эту сладость самую подчеркнуть Просто украшаем сверху Делаем это здесь, потому что Потом аккуратненько перенесем на тарелку Знаешь, что интересно? Они все равно похожи На профессиональные кондитерские Хотя дома хворост готовили же в детстве? Да У меня, знаешь, даже до сих пор формочки для хвороста есть Они мне по наследству там перешли Пластиковая коробка На которой написано, вот не соврать Ну какой-то 60 какой-то год 1960 какой-то год Ну, это же уже прям реликвия Ралитет семейный Так У меня тут почти готово Проверяем на готовность пасту Все, пасте еще буквально минуту-другую Знаешь, напрашивается какой-то чай сюда Такой ягодный А давай заварим Я видела, у вас тут есть Давай, давай Будем подавать горячее Заодно заварим чай И уже все вместе это будем соединять И отдавать на суд наших зрителей Так, я добавляю сюда помидоры И мне кажется Уже всегда боюсь переварить И не довариваю из-за этого Я всегда не довариваю Особенно рис Вот, как у меня говорит ребенок Он такой жестенький Жестенький? Какой-то тактичный ребенок у тебя Но переваренный Если будет ни в коем случае Ну, это знаешь, аль денте Настоящий итальянец Да, это совершенно правильно Сливаем сейчас пасту Самое интересное, что мы Вот использовали куркуму Как натуральный краситель такой Есть просто цветная паста продается Да Со свеклой, со шпинатом Да Вот как сделать тесто для домашней пасты дома? Можете попробовать Мы берем один к двум Жидкость и муку Жидкость, я имею ввиду Вы можете взять желтки Можете взять просто воду Одна часть жидкости И две части муки Жидкость берем Еще раз повторюсь Или просто желточки яичные Или просто яйцо Но если просто яйцо Она жестче будет, паста С желтками более нежная Или просто обычную воду Или напополам вода с яйцом То есть вы можете пробовать Это все будет влиять на текстуру пасты Один к двум жидкость с водой С мукой Муку берем лучше твердых сортов Есть, продается в магазинах Мука называется Семала Мука 2.0 Можно взять 2.0? Да, там написано Прямо у нее маркировка 0.0 Мука твердых сортов А можно взять просто обычную муку Которая есть дома Тоже замечательно получится Но она не получится такая гладкая и ровная Вымешиваем это тесто для пасты наше Оно будет очень густой и тугой Лучше воспользоваться миксером Если нет миксера, мешаем, жмем его Фитнес, фитнес Руками, да Разминаем бицепсы, трицепсы Оставляем его отдыхать в холодильнике Часа на три, можно на ночь А на следующий день занимаемся опять фитнесом И мы раскатываем Режем на полосочки, подсушиваем И это будет наша замечательно вкусная домашняя паста Как минимум для бульонов Ее можно использовать Будет идеально, да? Супер, да И про куркуму ты говорила Вместо воды, вместо жидкости Туда можно использовать свекольный сок Она будет розовая, красная Можно шпинат, она будет зеленая Морковный сок Вместо жидкости Она будет у нас оранжевая Так, я добавила сейчас, смотри Но, ты знаешь, этот песто Надо как-нибудь приготовить Вот по твоему рецепту Паста супер, да? Да Давай сделаем это, потому что Ну, мы принесем еще заготовочку с собой Раз уж ты говоришь, что она должна Божить чуть-чуть в холодильнике Вот, смотрите У нас доходит здесь паста В идеале, конечно, присыпать пармезаном Сразу после короткой рекламы Завариваем чай Отдаем все три блюда А вы записываете рецепты Рыба дошла, паста дошла Все у нас дошло Мы дошли до состояния Когда все это хочется попробовать Прежде чем мы заварим чай Я чуть-чуть прогрею чайник Вот, а будем мы заваривать черный с каркаде Почему? Потому что рогалики сладкие Каркаде кисленькие Ну, а черный, потому что это вкусно Мне так кажется Да, супер Знаешь, я вспомнила У тебя есть замечательная приправа с корицей Да Давай ее тоже на рогали Держи Это кофе десертом Она очень ароматная Я помню ее Так, а я тем временем Смотрите, раскидываю отдельно листики каркаде И здесь в сите еще черный чай каркаде Одни для красоты Другие для красоты и для вкуса Все, он сейчас заварится Хорошо Так Ну, ему нужно какое-то время для этого Так, оставили его в покое Хорошо, я закрыла ее, молодец Все, пусть пока настаивается Рогалики прекрасны Мы за это время оформим рыбу Так, Женя Как мы ее? Куда мы ее? Мы вообще дома поставили вот так вот на стол В сковородке и оттуда ее раскладывали Так может, ну Красиво смотрится Потому что ее вот надо брать Прям в порцию Давай в порцию одну положим Давай, давай Ложку лучше или что? Да, давай ложечку Да, и ложку тоже надо больше То есть спаржа И вот это вот вещи, которые ты говорила Да, что ребенок ел лук ложкой Ну, почему ложкой, вполне себе понятно Так, мы еще польем рыбочку нашу Вот просто для красоты Да? Супер Так И теперь паста Она, почему еще вот хорошо, что я не довариваю То есть я немножко ошибаюсь, но все это на пользу Почему? Потому что она чуть-чуть потушится во всем этом И дойдет А если я буду так переваренной То она вообще будет таким, знаешь, клейстером, что ли Не хочется Здесь мы используем глубокую тарелку Смотри, как красиво Желтое с зеленым получилось у нас Единственное, вот в такой пасте меня всегда смущает, знаешь что? Что потом начинку приходится вылавливать отдельно Ложкой Она, вот когда нет сливочного соуса Который все это склеивает Который собирает, да То есть приходится это делать потом вот так Но в то же время она очень легкая получается Абсолютно Можно даже и ложкой Сейчас мы тарелку красиво оформим Так Извините Давай проговорим, что мы делали, чтобы приготовить тесто для рогаликов Чтобы сделать тесто для рогаликов Мы взяли замороженное масло 100 грамм Взяли 250 грамм муки Стакан муки Взяли 3 столовые ложки сметаны Натерли масло на терке Смешали до крошки с мукой Добавили сметану Потом мы сформировали шарик Тесто Нам понадобится еще мука Чтобы он такой был более плотный Не прилипал Все Раскатали Положили начинку И сделали наши рогалики Для начинки можно использовать любой джем Любое варенье Но лучше всего купить в обычном супермаркете пектин Да Там на обороте написано, как правильно использовать На какое количество Купить пачку ягод замороженных Любых И приварить все это вместе Дать остыть и потом закладывать внутрь рогаликов Так, я разливаю чай Он такой кисленький у нас Женя Я буду рогали Так, ну что Мне кажется, нужно попробовать Как ты считаешь? Обязательно Да? Да С домашним Яблочным С джемом Вот это тесто на сметане Которое знакомо всем с детства Которое делается просто на раз-два Ты правильно говоришь Сейчас все погрузились в муссовые торты И абсолютно забыли, что Великое искусство Дома можно сделать А рогалики Это очень вкусно Друзья Если вдруг вы что-то упустили в процессе Пожалуйста, будет вкусно ТВ Наш аккаунт Подписывайтесь, берите там рецепты Готовьте, делитесь тем, как у вас получилось Я хочу сказать спасибо Очень красивый, очень умный Очень добрый, очень душевный Девушке Которая еще чертовски и вкусно готовит Женя Голстян Сегодня у нас была в гостях Вот тут барабанные дропы Аплодисменты Но это по ту сторону экрана Ты их не слышишь Я слышу, я всегда чувствую Команда уже стала вообще ваша Мне как семья Они так переживают за меня Поэтому и говорю Что Женя дома наготовила Все, молодец, спасибо большое А у нас на сегодня все Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok